Сказка «Еловое яблоко» На самой обыкновенной ёлке, среди шишек, лисёнок увидел самое обыкновенное яблоко. Он подошёл поближе и обнаружил, что яблоко росло по-настоящему и уже поспело. Семечки изнутри просвечивали. Такое оно выросло сочное. «Еловое яблоко!» Подумал лисёнок. «Надо же!» Но только потянулся к яблоку, из куста его окликнул ёжик. «Нельзя рвать!» И вышел из засады. «Почему?» Возразил лисёнок. «Я ещё никогда не пробовал геловых яблок!» «Алло, моё!» Сказал ёжик. «А может, мы съедим его вместе?» предложил лисёнок. «Вот ещё!» нахмурился ёжик. «Я его знаю светлым!» «Я его жизнь!» «Это моё яблоко!» упрямо повторил ёжик. «Жаль!» «Жаль!» «С яблоками на ветках!» обрадовался лисёнок. «Чем это здесь угощают?» спросила прилетевшая ворона. «Яблоком!» ответил лисёнок. «Вот те раз!» «Она перелетела на ёлку!» «Парадокс!» «Фрукт на хвойном дереве!» «Такие яблоки не едят!» изрекла ворона. «Что же с ними делают?» удивился лисёнок. «Ими только интересуются!» «Но это яблоко моё!» недовольно поднял голос ёжик. «Оно уже наше!» кропко возразил лисёнок. «Ты мне сам обещал от него кусочек!» «Граждане! Гражданин ёжик и гражданин лисёнок!» строго сказала ворона. Ёжик и лисёнок переглянулись. Их ещё никогда не называли гражданами. И они не знали, хорошо это или плохо. «Я старше вас и умней!» продолжала ворона. «И поэтому требую!» «Отдать яблоко тебе!» крепил лисёнок. Он понял, что гражданинам будет не очень хорошо, если яблоко отнимет ворона. Ворона сорвала яблоко, и она упала в траву, но не осталось лежать, а покатилась куда-то между кустов и деревьев. «Скорее за ним!» крикнула ворона. «Начинается интересное!» и все побежали. У старого пня на поляне яблоко вдруг остановилось. «Чего это оно?» спросил трусей Ёжик. «Странно!» сказала ворона, свертя головой по сторонам. «Ничего интересного!» И тут лисёнок закричал. «Смотрите! Сколько грибов!» На поляне их было видимо-невидимо. И подберёзовиков, и подосиновиков, и бел, и грузитей, и лисичек, и чернушек, и волнушек. «Вот сейчас это!» зажмурил глаза Ёжик. «На всю зиму хватит! Засолю, засушу, всех угощу!» «Я люблю лисички!» предупредил Ёжик и лисёнок. «Лисички будут твои!» ответил ему Ёжик. Он уже собирал грибы и яблоком больше не интересовался. «Я грибы не ем!» сказала ворона. Подняла яблоко и бросила его подальше. Оно вновь покатилось. Ворона летела следом, а за ней во весь дух мчался лисёнок. «Интересно!» думала вслух ворона. «Вдруг и меня можно осчастливить! Счастливей меня нет в мире никого, но всё-таки интересно!» «Лисёнок!» сказала она. «Кажется, это яблоко приносит счастье!» А яблоко продолжало петлять по лесу. Оно катилось быстро, как заводное. С холма в овраг, из овраг на поляну, и вдруг остановилось у старого дуба. «Что такое?» вдруг разволновалась ворона. «Моё гнездо!» Гнездо было пустым. «Дети мои, где вы?» «Горе, горе!» Она была совсем не похожа на себя, неуклюже хлопала крыльями и тяжело дышала. «Посмотри!» крикнула она лисёнку. «Нет ли их в траве?» «Здесь никого нет!» растерянно ответил лисёнок, не зная, как успокоить несчастную мать. И вдруг кто-то захлопал крыльями, и рядом с ней на ветку сели воронята. «Мама!» радостно кричали они, перебивая друг друга. «Мы научились летать! Теперь мы тоже взрослые!» «Боже, какое счастье!» пошептала ворона. Она обняла их своими широкими крыльями, не сказав больше ни слова, только счастливые вороньи слёзы капали на траву. Лисёнок поднял яблоко и бросил его снова, но покатилась. Лисёнок бежал следом. Он бежал долго, пока не увидел свой дом. На пороге стоял папа-лис. «Как хорошо, что ты пришёл, сынок!» обрадовался старый лис. «Я испёк пирог из земляничного варенья. Будем пить чай». «Правда? Мы почти счастливы!» сказал Лисёнок. «Правда, мой дорогой, ведь счастье — это когда все дома!» Еловое яблоко покатилось дальше. А следующим летом на яблоне лисёнок среди яблок увидел еловую шишку. Она росла по-настоящему. «Что бы это значило?» подумал лисёнок. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...